здравствуйте друзья вы находитесь на канале all models меня зовут Денис Демин сегодня я начинаю делать еще одну модель мой выбор пал на замечательную модель от фирмы Томмия Шанс Волт Ф4У-1А делать буду именно вот этот вот борт посмотрим что у нас здесь в коробке делать буду полностью из коробки без всяких дополнений акцент будет именно на покраске на визеринге хочу сделать его очень ободранным попробовать для меня новые технологии в коробке у нас две упакованных два упакованных пакета с литниками инструкция модель это одна именно корсар самая лучшая модель 48 масштабе прекрасного прекрасная собираемость собирать одно удовольствие я думаю что получу очень большое удовольствие при сборке этой модели буду делать вот этот вот борт с авианосца Бункер Хилл так ну что не будем затягивать приступим сразу к сборке очень кстати подробная кабина здесь в принципе по опыту прошлому собираемость у хороших моделей то не очень неплохая деталировки кабины просто просто шикарная не прибавить не убавить поэтому будем делать из коробки но может по мелочи прибавим еще сам не успаковывал сам не дальше не смотрел просто очень много комментариев в интернете по поводу этой модели очень много сборок вот насмотревшись там самому захотелось собрать сейчас скажем что в 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 так так ну что начнем начнем по традиции с кокпита да в общем-то по инструкции будем делать все в принципе логично и понятно инструкции так поэтому не будем затягивать сразу начнет так сейчас разберусь с литниками так литник b это у нас литник а поэтому у нас литник c так значит c7 сразу сейчас срежу все все что нужно для кабины 1 так чё у нас еще с цех идут c15 дельки ажурные c15 c8 c8 что здесь еще С-16 С-16 Так, на этом, по-моему, все Литника А-29 Кресло-пилот Боковая приборная панель С-16 Очень деталированная кабина Деталирование Только у меня была на Avenger Когда-то собирал А-32 А-32 Вот это вот Баллоны Так Раз Два Три Четыре Дальше Семь Восемь Восемь деталей Пока Достаточно Убираем Семь Семь Так Достаточно Качественная Декаль Будем Использовать ее Цвета На мой взгляд Очень похожа Цвета Опознавательных знаков Синий В принципе Прям Очень Похож На Оригинал Пока Уберем Так Пока Уберем Так Так Ну что Приступим Сразу Зачищаем Облой Думаю Что Вначале Все склеим Потом Потом Покрасим Думаю Не состоит нам Потом труда Это все дело Окрасить В склеенном виде От сборки сделаем В принципе По инструкции Кабина Традиционная Насколько я понимаю Красится в интере Оржгрин Посмотрю Если у меня Ганза Мистер Колор Есть Эта Краска Будем Красить Ганзовскими Красками Моими Любимыми Так Кресло В принципе Думаю Кабина Настолько Проработана Что Даже Без смолы Можно смело Делать Открытый Фонарь Пилоту Мы сажать Не будем Что-то Как-то Я не очень Люблю Сидящих В кабине Вот Не знаю Надо ли Стачивать Торцы Сиденья По-моему По-моему У них Не было Загнутых Обечайки Вокруг Сиденья По идее Она должна быть Тоже Толщина Листа Металла Насколько Я знаю Давайте Немножко стучим Так Наверное Это место Наверное Все-таки Было Уник Загнуто Поэтому Стачивать Не будем Боковинки Точно Были просто лист металла Поэтому Нам надо Сделать Так Чтобы Сверху Казалось Что это У нас Просто Лист металл Кромки Заострим Шкурка 600 По-моему В самый раз И быстро Точит И Не оставляет Глубоких царапин Потом Восьмисоткой Немножко царапин Уберем Так Левую сторону Еще Немножко Немножко Заботочим Поменяем Вот Более-менее По толщине Стало Похоже Так Так Это у нас Значит Сюда Ага А что Сверху Не делать Что-то У нас Какой-то Толстенький Получается Получается Давайте Немножко Скучим Толстенький Немножко Толстенький Толстенький Порыл интернет В поисках Фотографии Конкретно на этот Борт Гугл нам выдал только одну фотографию Конкретно С номером 13 На борту Но Вообще С этого Авианосца Фотографий Корсаров Много Но С другими Номерами Так Ну все Пойдет Сидение Очень Приятно Работать Томей Конечно Все Четко Сочетается И сходится Томейным Клеем Супер Цементом Будем Все Склеивать Все Отлично Получается Так Приборная Панель Баковая Здесь Надо Будет Нам Помучиться Немножко Покрасить Но Я думаю Все Равно В сборе Она Не Сильно Помешает Нам Это Сделать Задуем В основной Цвет А потом Покрасим Панель Приборов Задуем В основной Покрасим Панель Приборов Очень Симпатично Очень Симпатично Так Так У нас Вот Так Вот 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 Оставляется Совершенно Без Люфта Люфта Тоже Пол кабины Практически Собрано Постараемся Сделать сборку Достаточно Скоростной Побольше Времени Уделить Окраски Визерингу Так Сюда же В эту Под сборку Крепится Кронштейн Кронштейн С какими-то Баллонами С рычагом Сейчас Мы его тоже Обработаем Один Один Прор Agrим В Терпи Всем Дом Так. Так. Посмотрим, куда он у нас тут встает. Одевается на эту направляющую. Так. Так. Прекрасно. Мне нравится. Кресло. Ремни на кресло предлагается сделать декалями. Но декалями, конечно, ремни декальными не очень нравятся. Поэтому сделаем их по традиции из тонкой фольги из-под сметаны. Так. Ну давайте вторую половину тоже сделаем. В принципе, фюзеляж можно даже не прикладывать. Уверен на сто процентов, что все сходится четко. Как это и должно быть в хороших моделях. Уверен на сто процентов. Так. Одна готова. Так. Давайте. Ну давайте все зачистим. Уверен на сто процентов. Ни в коей мере не думайте, что я перестану выкладывать видео по И-16. Просто для увеличения интереса к каналу хочу расширить круг зрителей именно добавлением сборки американца. Так как очень популярны американцы среди русскоязычного населения. И в то же время не очень русские популярны. Популярны, конечно, но не так, как американцы. Вполне предполагаю, что это из-за того, что моделей качественных русских не очень много, не так много, как американских. они молодцы, конечно, американцы. Они популярность своей страны поднимают не только какими-то политическими действиями, но еще и тем, что не так у них все засекречено. и фирма, которая хочет делать американский какой-то борт. Ее не составляет труда найти информацию, чтобы сделать качественную модель. Мало того, что очень много фотографий в сети. Можно купить, в принципе, любые чертежи на военный период, на технику военного периода, так еще и очень много сохранившихся у них самолетов, которые до сих пор в летном состоянии находятся. Вот им, конечно, тут. Они в этом, конечно, молодцы. Чтут свою историю, хранят. Очень много энтузиастов, которые восстанавливаются, храняют самолеты. У нас, конечно, сейчас тоже начали потихонечку появляться такие энтузиасты. Спасибо им большое. Особенно вот музей задорожного, он очень молодец. прям уважаю, мужик, превратил свое хобби в успешный бизнес и еще и занимается историческими исследованиями и восстанавливает долетного состояния образцы советской военной техники. так что, по-моему, в основном, деклазия до конца. Вообще, в России в последнее время начинает популярность обретать в мире. Китай сейчас прям подтягивается. Начали сделать, так сказать, какие-то русские самолеты. Модель, я имею в виду. Может быть, популярность российской авиации таким образом станет повыше. Так, но я так понимаю, что это подставки под ноги. Полик такой большой я сделал. Так, вот здесь я понимаю, что нужно приклеить. Очень ажурная конструкция получается. окрашенная, тонированная будет очень эффектно смотреться, я думаю. так, и сохнет пока. Ручка управления. Прям дано, прям с системой рычагов. Такого еще не видел. Очень хорошо. Обычно приходится из ледников все это дело восстанавливать на моделях. Томи, молодец. Держит марку. Так. Сейчас все обработаю. Не удивлюсь, если шпаклевки вообще здесь не понадобятся в этой модели. Она сойдется вся на щелочке, как говорят. Так, немножко еще вот здесь. Так, и куда мы ее вставляем? Так. Приклеиваем. Приклеиваем. Перпендикуляр. Ну, вообще получается прям очень хорошо. Ну, и так вот все это дело будет. Очень красиво. Кабина будет прям заполненная. Так, вот здесь что-то у нас не сходится. Что это у нас тут? Что за щель? Склеивать наверное эти две части не будем. А то совсем не подберешься будет по окраске. Сейчас покрасим. Потом склеим. Так. Так. Ага. Так, чтобы сразу нам все вместе окрашивать, так как все это в один цвет, надо еще подготовить боковины. так, давайте сразу готовим. Так. доглянем в будущее, что у нас тут за боковинами. Боковины и задняя ниша, я так понимаю, для задней стойки шасси. Красится в один цвет интерьер. Блин. Так. И в кабину у нас что-то прибавляется. Ничего не прибавляется. то есть прям вот так вот, да? Прям вот все одну деталью. Чудеса. Сейчас посмотрим, что у нас там такое. Ну вроде как похоже. Сейчас все-таки пристал. Немножко, чтобы понять, что здесь зачищать, что мне надо. Так вот, таким вот образом, передняя половина. Сразу его попробую. Угу. Вот. Даже без склейки фиксируется, все отлично. Такая кабинка получается у нас очень симпатичная. Так, а здесь что у нас сходится? Конечно, сходится эта штаммея. Ну давайте второй попробуем приложить. Ну просто как должно быть. Все четко сходится нигде. Никаких щелений ощущаю я. Прекрасная складываемость. Кстати, на фюзеляже, обратите внимание, киль сделан со смещением, как и было в настоящем самолете. Вот, видите, ступенька. Компенсация реактивного момента от винта. Молодцы. Что и говорить. Так. Ладно. Никак сегодня выздоровлю. Простите меня за мои кряхтения. Сейчас еще посмотрим, что у нас сюда идет, чтобы сразу прокрасить. Но я так понимаю, что там ничего не идет. Красится все в один цвет. Ну, отлично. Что отлично. Так, сейчас немножко, прям буквально тут пару раз шкуркой проведу. Вдруг оно у нас будет мешать немножко. След оттолкателя не на видном месте, но в месте соприкасания деталей кокпита. Поэтому, на всякий случай, зачищу. Так. Немножко в порядок приведем. Так, конечно, все заусенцы по фюзеляжу будем после склейки убирать. Потому что они нам сейчас не мешают. Чтобы потом, чтобы я мне наделал, сейчас склеенную будем убирать. Так. Здесь тоже след оттолкателя. Так. Ну, как. Так. 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 Здесь тоже немножко обработаем. Здесь, в принципе, деталь будет еще склеиваться. Задняя часть горогрота, она еще отдельно идет. Приклеиваться будет. Так. Что вам? Ничего не помешает потом. Да, пожалуй, все. Сейчас мы перейдем туда, на покрасочный стол и все закрунтуем. Первым делом обезжирим. Для этого возьмем изопропиловый спирт. я просто дунем на модель. На те детали, которые будут у нас окрашиваться. Немножко. Так. Немножко. 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 Так. Пусть обветривается. Так. Вначале надо... Изоирографа в дальних лишних спирт. Подготовленный уже мистер Сюрфейсер 1200-й, разведенный 50 на 50 с родным растворителем мистер Колор Лавелингтинер. Нашел я, кстати, краску Interior Green. Ганзовскую. Так что будет готовая краска. Не надо ничего намешивать. Ганза, я считаю, самая лучшая краска в модельной индустрии. Очень приятно работать. Чуть-чуть. Сразу закроем. Так. Тут у нас еще высоко. Аккуратненько. Тонким слоем. Давлением 1 атмосфера. 0,9 атмосфера. Тонким слоем. Ну, нет. Заложим. Вторая деталь тушится на запасе подлиннее. Вот так вот, так, ага, кончился, еще чуть-чуть. Вот так вот, так вот, так вот. Что будет видно, что не будет, непонятно еще пока. Покрасим все со всех сторон. Покрасим. Так, ну с этой стороны точно не надо. Вот так вот. Покрасим. Тщательно, так, чтобы во всей болте не сохранить грунт. Ну, звание контроля. Вот так вот, отлично. Так, сейчас поменяем местами. Я думаю, что пока у нас сохнет, пока мы прочищаем аэрограф. У нас грунт уже схватится. Будем делать пришейтинг. Будем делать пришейтинг. Покрасим. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... На вид уже подсохло. Трогать не буду. Незачем. Совершенно. Так, здесь еще нет. И здесь еще поблизки. Но здесь мы, конечно, грунт побольше положили, чем на борте. Ну, с бортов и начнем. Традиционно для меня пришейдинг сделаю алкладовским... Алкладовская основа под металлики. Готовая жидкая краска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Буквы и несколько капель. Гансовская краска вполне себе прозрачная. Ей очень легко контролировать прозрачность слоев. Поэтому делаем... Не ярко выраженное, только небольшое повышение. Опять же все места... В которые, по нашим понятиям... Должны подуть темы. Так вот, чуть-чуть прям буквально. По все приборы просто. Вот так вот. А, ну, здесь давайте тоже сделаем. Так, здесь у нас вообще как бы... Темное место. Наверное, за сильное. Делаем удрять. Небольшой намек, потому что и так все склеится и будет очень темно. А здесь то, что... А здесь то, что... Чуть-чуть. 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 Что у нас здесь? Почти высохло. На всякий случай, врутовали последний красить. Будем последний. Так, здесь у нас что? Углубление в сиденье. Надо обязательно его притонуть. Углубление в полу. Вон так вот. Поверим. На правой поверхности. Вот так вот. Немножко. Буквально чуть-чуть. Угу. Так, сиденье сбоку тоже немножко. Угу. Ну, это все нормально. Под подушку. Вот он. Угу. Угу. Здесь вот, я не знаю, прям панель приборная на черных этих сделана. Ну, посмотрим. Вон она. Для пришейдингов пойдет вполне. Так приборка у нас вообще черная, поэтому ее можно Внизу тень Все, что оно здесь снизу Сверху, если смотреть, у нас все светлое, а снизу мы смотрим, у нас все темное Немножко боковые панели притемнем Тень от приборной доски тоже падает у нас А, здесь у нас будет крепиться продолжение Так, ну, вот так вот достаточно, я думаю, приборку сейчас даже не будем стараться не закрасить Вот, основной цвет сейчас задуем Ну, а мелочи, все остальные дополнительные цвета будем уже украсить кисточками Все, убираем Чистим аэрограф Так, ну, вот так вот Чистим аэродром Чистим аэрограф Так, ну, как раз контроль еще ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так готова пока сохнет сейчас подготовкой краски займемся очень густая краска в принципе свеженькая так да пожалуй не будем в римке разводить думаю один к одному тоже чтобы у нас нормально открывалась посмотрим хватит или нет возьмем более мелкую тару любых что наливаем родной растворитель естественно ну и на глаз 50 на 50 примерно чуть-чуть кисточкой старой кисточкой перемешаем получается такой состав так что текущий еще чуть-чуть мистер колор валентинов буквально еще пару капель а для кисточках для кисточек для мойки кисточек мне приспособлены два таких две таких баночки номер один номер два вначале моем в номере один а потом уже на чистовой в номере 2 самому вытираем на сухо что там у нас не портилась кисточку очень много подготовительных работ конечно так ну что надеюсь нам этой краски хватит прокрасить все начнем опять с бортов фюзеляжа очень прозрачная краска очень легко контролировать просвечиваемость при шейтинге так ну вот на один слой вот так вот так зад 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 таким вот образом единственно что тут она желтая идея должна быть зеленая хотя написано банки interior green а похоже на хромат ел то есть цвет которым красили все внутренние самолеты кроме самого кокпита ну что покрасим то посмотрим если что в принципе interior green он всегда получался просто добавлением хромат ел даже в жизни давали хромат ел и для прочности для износостойкости по моему туда добавляли черного чего-то какого-то не помню какой состав но факт то что интерьерная краска получается потом смешание черного интерьера и вот хромат ел не знаю что может у меня то есть решение конечно такое но мне кажется это не интерьер green совершенно может быть там придется еще сейчас подмешивать черные краски не знаю а 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 кстати где просвечивают пришедем получается почти вот то что нужно по цвету я имею ввиду как раз смешение идет в двух цветов золотого и черного получается такой зеленый цвет как-то так вот как-то вот так вот аккуратненько кладем аккуратненько кладем можно посмотреть кончилась краска еще несколько капель добавляем так закончим красить простите получился такой очень-очень выцветший интерьер green еще добавим красочки потому что мы не докрасили во второй слой боками боковины и зря же вот как раз она у нас окончилась еще один слой покрасим один и второй вот видите несмотря на то что мы сделали два слоя краски положили у нас очень прекрасно при шейдинг играет сейчас я не знаю может быть это немножко слишком вычурный при шейдинг но так как я сомневаюсь в этом цвете и все равно будет наверное скорее всего красить еще в зеленый цвет но это вопрос надо изучить тем не менее у нас наше первое занятие подошло к концу час пролетел незаметно ставьте лайки рекомендуйте друзьям канал подписывайтесь но я с вами прощаюсь всем спасибо всем пока